добрый день дорогие телезрители сегодня мы с вами поговорим об очень интересной культуре которая часто даже многие люди не знают о том что такое есть это родственница фиала кузамбарских называется это растение примулина раньше назывался род хирита теперь она называется примулина очень много как диких видов достаточно симпатичных и красивых и есть очень много сортов вот сорта бывают пестролистные бывают зеленые вот цветение у них тоже необычная вот то есть они бывают или светло-голубые или желтенькие как вот здесь например вот сорт айка желтенький вот на основе примулины желтой но как же эти растения содержать да вот если их правильно содержать они будут свести у вас очень продолжительно два раза в год как это делать во первых культура холодная то есть она не любит жары а у нас к сожалению в зимний период очень жарко в комнатах вот температура ей нужно все-таки оптимально это 15-18 градусов то есть не очень жарко тогда они себя очень хорошо зимой чувствуют и как только начинается весна пригревает солнце повышается температура они массой начинают цвести вот вот это был один листик то есть размножаются примулины листиками вот этот новый сорт сильвер фроста джаде то есть вот посмотрите сколько с одного листика очень много получилось растений то есть принципе абсолютно все так же как и у фиалок то есть дает очень много сразу деток вот отсоединять их тяжело они тут уже все посрослись то есть вот мы с вами ее поделили грунт ей нужен щелочь немножко чтобы был щелочной потому что растения кстати это надо сказать наши азиатские растения растут они только в китае и во вьетнаме больше нигде не встречаются вот растут они в таких в каких-то расщелинах скал где темно какие-то там пещеры вот на входе образуют такие большие прямо заросли или чисто на камнях могут расти или на глинозюме вот то есть вот первую мы уже посадили растение если хотите выращивать дома чтоб цвели у вас всегда были красивее и хорошо развиты то необходимо добавлять мраморную крошку для чего для того чтобы подщелачивать очень большой много селекция занимается в китае примулин там целое отделение созданы вот и если вы сделаете щелочной грунт то растение будет очень хорошо расти по крайней мере она не будет болеть будет себя хорошо чувствовать вот большие горшки для примулин сильно не нужны почему чем больше горшок тем больше растение начинает развивать корни это тоже не очень хорошо для примулин и почему потому что вверх постепенно начнут начнет подсыхать вот это нам не надо потому что растение будет и долго болеть вот принципе с одного растения мы его поделили получили несколько экземпляров как размножать до примулины примулины размножаются абсолютно также как и фиал то есть вот у нас отломались листики вот но я всегда советую черешок укорачивать почему потому что если это будет большой черешок во первых неудобно садить этот лист будет вечно торчать и детки только будут на самом внизу здесь образовываться для этого мы подрезаем черенок вот получается небольшой лист это один способ да как можно расчеренковать но должны обязательно дать повялиться чтобы образовалось маленькое зеркальце второй способ особенно у сортовых примулин мы разрезаем лист пополам вот разрезали лист пополам и высаживаем в торфоперегнойный субстрат горизонтально и так мы с одного листа или получаем только здесь детки да если мы разрежем его пополам то по всему срезу будет образовываться очень много деток это как раз тем кто участвует в выставках специализированных или хочет побольше размножить растений вот такой очень простой способ размножения примулин вот они бывают разные иногда не дают столоны вот например тоже новый сорт жуан мартинес в россии его еще мало то есть вот вот если посмотреть то есть вот видите сколько деток сразу образовалась можно это все по отдельности рассадить мы получим новые растения а можно например сгруппировать чтобы получилось достаточно такое мощное хорошее растение то есть используем простую землю самую обычную немножко подзаглубляем чтобы она ровненько стояла получили теперь для чего нужно отсаживать детки потому что есть немного деток сама розетка начинает потихоньку мельчать во первых мы хотим хорошо развитое растение да то есть вот например очень старый сорт хисака это средняя розетка потому что не переваливалась давно как только мы перевалим лист будет в длину до 20 сантиметров это очень большой сорт но видите если его сильно за ним не ухаживать они начинают мельчать кроме того хирита боится солнце сейчас очень активно то есть надо уже куда-то их будет прятать то сделать им полутень иначе они просто у вас пожелтеют вот здесь вы видите что многие уже начали желтеть у нас в оранжерее достаточно жарко и солнца очень много это тоже не всегда очень хорошо для примулин примулина все таки растение полутени то есть и самое такое для неприхотливая для холодных окон то есть она всегда будет там себя очень хорошо чувствовать и радовать вас своим цветением дорогие друзья ну вот вы видели как мы можем размножить до такую необычную группу примулин и надеюсь у вас все получится ждем вас в следующий раз на нашей передаче здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о том как ухаживать за посевами потом сходами ну и подросшими уже немножко растениями то есть вот вы посеяли закрыли растение коробочку стеклом или полиэтиленом и что дальше делать если вы знаете точно там на пакетике написано сколько растения должно сходить сколько семечко сходит вы вот это время ждете но все равно каждый день заглядываете убираете вот конденсат чтобы он сильно не скапливался и не капал не ломал вдруг если семечко зайдет проверяете чтобы земля была влажная чтобы никаких грибов не образовалось если вдруг все-таки гриб пошел его видно и такие белые ниточки обычно они такими кружком распространяются засыпаете каким-то противогрибковым препаратом или золой зола хорошо убивает гриб но так вот все проверяете то есть чтобы ничего не было ну и смотрите взошли растения или не зашли если вы видите что первые семечки всходят листочки уже разворачивается то вы постепенно открываете коробочку чтобы эти всходы привыкали к воздуху если нет возможности вот так постепенно открываете смотрите теперь например обычно рекомендуют немножко после того как семена взошли появились вот эти зеленые семидольные листики немножко сбавить температуру обычно это домашних условиях не так возможно но если у вас например растение всходили где-нибудь на батареи в темноте то их лучше перенести нас он на солнышко на окошко или под подсветку там уж прохладнее чем до батареи получится потом дальше смотрите уже если открыли растения всходят вот например вот у нас зашла петуния мы открыли вчера она постепенно новые разворачиваются семидоли остальные там растут где-то если вы редко посадили ну там по семечке например ту же петунию или там крупные семена по отдельности то просто следите как они растут и поливаете вовремя если как у нас вот мы петунию достаточно густо посеяли потому что семена мелкие можно подсыпать вермикулитом просто чтобы какое-то пространство образовалась между растениями во первых плюс поверхностный посев был и чтобы немножко присыпать корни вермикулит лишнюю влагу впитывать себя и плюс он и медленно отдает поэтому если вы посыпали вермикулитом то вот эти поверхностные семена и риск пересохнуть вниз гораздо меньше становится вот так вот посыпаете не густо только чтобы земля была присыпана но и немножко если где-то корешки видно то то их тоже присыпать плюс к этому еще на иногда на солнце земля покрывается зеленью то есть это либо там хим сходят либо это какие-то водоросли они все равно впитывают азот забирают воздух у растений то вермикулит немножко приостанавливает развитие этих водорослей так что у нас дальше смотрите вот мы прошлый раз садили землянику она взошла и вот у нее появились первые настоящие листья она достаточно редко посажена она еще будет расти до пикировки но чтобы лучше развивалась растение можно аккуратненько остренькой палочкой подрыхлить между ряде не сами растения где-то между ними во первых это разобьет корку во вторых как бы какие-то лишние вот здесь сорняк вырос сорняки уберете если вы сомневаетесь сорняк это или нет но оставьте пока пусть точно будет известно когда подрастет ну лебеду обычно хорошо видно лебеду сразу удаляйте потому что она азот быстро собирает у растений и выделяет вещества в землю которая приостанавливает рост например тех растений которые нам нужно вот тут подрыхлили так полив маленькие растения не так крепко держится за землю поэтому поливать нужно очень осторожно то есть разные приспособления можно использовать какие-то душики которые медленно воду дают либо поддон поливать либо того спринцовки иногда вот просто это поливает аккуратненько но вот у нас лечка есть которая не сильно льет воду и можно вот поливать ею так чтобы не размывать землю и чтобы растения не сдвигались так на вот этой стадии когда растения зашли они всеми долях может быть там первый листик появляется подкармливать растение ничем не нужно и даже опасно когда появляется вот первый листик он начинает разворачиваться если вы еще не готовы и пикировать то есть рассаживать в отдельные емкости то можно подкормить например вот в таком состоянии растения то есть они еще пикировки немного у нас подождут здесь уже второй настоящий лист лезет их можно подкормить каким-то слабым комплексным удобрением но это в том случае если у вас земля ну например пустой торф который для посадки был использован либо ну не написано было на том грунте на который вы покупали что там есть удобрение если там есть удобрение то не нужно до пикировки уже первая подкормка считается лучше делаться уже после через неделю после того как вы их распикировали а вот такую маленькую рассаду не надо подкармливать каждое растение разное разное время проходит до того момента когда их нужно будет пересаживать если плотно сидят растения то дожидаемся когда появляется возможность его взять и пересадить если достаточно редко то ждете момента когда она более-менее крепенькое станет например вот здесь я уже сказала земляника сидит достаточно редко ее можно присыпать землей чтобы немножко подрыхлить и пусть она еще недели-две может здесь находиться если у вас вот так вот густо посажена как у нас здесь вот злаки посажены то их надо уже рассаживать иначе они начнут болеть друг друга выдавливать поэтому к этой пикировки в таком состоянии можно уже пикировать и поэтому на следующий раз мы будем показывать как распикировать растения в отдельные емкости спасибо всем до свидания